Как вы думаете, чем чреват отдых во время войны? Вот Давид, Давид, Давид. Есть один интересный эпизод в Библии. Давид отправил свои войска воевать с филистимлянами, а сам решил себе устроить отдых. Знаете, чем это закончилось? Романтической встречи с Версавией. Так, у меня что-то компьютер завис. Сейчас мы справимся с техникой. Ну, естественно. Давай, Боря, помолись молитвой Веры, чтобы все работало и все были настроены. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... дня определили с вами такие моменты, что историю необходимо изучать, потому что Бог открывает себя через историю. И изучая историю, сопоставляя это с Библией, с пророчествами библейскими, мы можем раскрыть, Бог может открыть нам свой замысел, может открыть нам то, что Он делает, значит, и тогда мы можем, скажем так, стать участниками, соработниками Божьими в том, что Он делает на земле. Потом мы рассмотрели с вами ряд библейских пророчеств, которые исполнились в отношении народов, в отношении конкретных личностей, и мы удостоверились в том, что мы действительно имеем вернейшие пророческие описания. Потом мы рассмотрели такой момент, как, значит, пророчество об истории Израиля, и мы увидели, что это также исполнилось буквально, значит, и также мы увидели, что уже больше 80% пророчества об истории Израиля исполнились. И для того, чтобы понять, что же происходит сейчас и чему еще предстоит произойти, значит, нам осталось изучить те пророчества, которые не исполнились, для того, чтобы понять, чего же нам ожидать и как же нам реагировать, как же нам вести себя. Значит, по ходу мы определили для себя, кого Писание называет иудеем, кого Писание называет церковью, кого Писание называет язычниками, значит, и что такое остаток, остаток Израиля, остаток церкви. И мы видим, что Бог определил создать два народа. Изначально Он создал Израиль. Через Израиль Он хочет благословить весь языческий мир. И те, кто из языческого мира прилепляются к Израилю, из них Бог формирует народ во имя свое, как мы видели в Деяниях 15 главе. И мы увидели, что по Писанию церковь – это соединенные воедино два народа во имя Божие. Это Израиль, остаток Израиля, значит, и это остаток церкви. То есть Бог будет очищать и Израиль, Бог будет очищать и языческий мир. И мы видели порочества, которые говорят о том, что будет и Израиль очищен, значит, и на тот момент, когда, значит, он будет спасен, это будет весь Израиль. То есть это… Израиль – это единственный народ, которому обещано, что будет спасен весь народ, причем в одно мгновение, сверхъестественно, когда Бог откроется Израилю. Значит, это уже будет вопрос отдельный. Мы говорим о тех событиях, которые будут кульминацией уже, с теми будет разбор отдельный. Понимаешь, то есть… Боря, мы определились, что такое весь Израиль и что такое остаток. Книгу Неемии, помнишь, значит, короче, напомню, такие вот исторические моменты, они нам вообще полезны будут именно в этой теме. Значит, события, которые разворачиваются в книге Изра, Неемия, значит, книги пророков Захарии и Агея, значит, и книга Эсфирь, Эстер. Значит, история, которая описывается там, а, и частично, значит, книга Даниила, потому что мы вот в книге Даниила видим интересный момент. Даниил говорит, что он исследует пророчества Иеремии, которые говорили о будущем, тогда, когда Иеремия предвозвещал Слово Господне. И исследуя эти пророчества, он обнаружил, что Бог обещал, что плен будет длиться 70 лет, и потом Бог посетит свой народ и выведет, и вернет обратно в свою землю. И Даниил на основании этого пророчества начинает молиться. И он не отделяет себя от народа, и он не говорит, Господь, я праведника, вот помилую этих моих грешников, братьев. Значит, мы видим, что он себя идентифицирует с народом. И он, будучи пророком и праведником, он просит прощения за грехи всего народа, и себя не отделяет. Он говорит, отцы наши, мы согрешали пред тобою. Понимаете? Значит, то есть фактически он берет на себя функцию посредника, он берет на себя ответственность за грехи всего Израиля для того, чтобы предстать пред Господом с ходатайственной молитвой. И мы знаем, что Бог отвечает на это. Значит, мы знаем, что Бог действительно выводит еврейский народ, значит, из Вавилона, даже там, в принципе, территория Вавилона, там, значит, Мидо-Персидское царство было уже к тому времени. Бог выводит, но при всем при этом не все евреи возвращаются в Эрес-Исраэль. Не все евреи изъявляют желание откликнуться на Божий призыв и прийти в Иерусалим и начать отстраивать город, начать отстраивать храм. А по сути, смотрите, поскольку еврейский народ был избран для того, чтобы быть народом священников для всех других народов, значит, то получается, что когда народ не священодействовал в Иерусалимском храме, священодействие на земле, ходатайство на земле за народы мира, оно вообще отсутствовало. То есть, понимаете, и дьявол творил, что хотел в это время. Значит, но Бог определил время, значит, и Он, обратившись к Своему народу, Он вывел тех, кто откликнулись на Его призыв, и те люди, по сути, восстанавливали священодействие на земле. То есть, не только в Израиле. Священодействие на земле. Потому что мы знаем, что в один из праздников Господних, значит, приносились жертвы за все народы мира. Значит, и это есть ходатайство Израиля за все народы мира. Точно так же, как Иов принес жертву за своих друзей. Значит, и смотрите, книга Ниемии и Ездры показывает, что тот народ, а там всего лишь 42 тысячи с лишним, я не помню, 2300 или 42700, точно не помню. Только вот эта вот часть откликнулась, и они вернулись в Иерусалим, они отстраивали город, они отстраивали храм. Причем, первое, что было восстановлено, это был жертвенник восстановлен. Первое, что было восстановлено, это жертвоприношение. Значит, потом уже отстраивали храм, и при всем при том, что храм был отстроен, жертва приносилась, народ находился в бедственном состоянии, и Бог показал, что необходимо восстановить стены. Был восстановлен город. И смотрите, книга Ездры и Неемии, вот эти 42 тысячи, которые записаны поименно, они названы весь Израиль. То есть вот этот небольшой остаток, который откликнулся на Божий призыв, они названы весь Израиль. В то же самое время параллельно мы видим, что та часть, которая не откликнулась на Божий призыв, которая осталась в Сузах, осталась в тех местах, где они жили. У них уже там, у кого был свой бизнес, у кого еще что-то, короче, у людей было все нормально, они жили в шоколаде. И они не хотели оставлять своих мест. И что произошло? Мы видим, что поднял, возвысился человек, который захотел истребить всех евреев. Причем это касалось в основном тех евреев, которые не откликнулись на Божий призыв. Мы знаем, что в этот период возникли определенные сложности со строительством храма, и это было приостановлено. Но Бог через пророка вдохновил, через какое-то время строительство было возобновлено. Строительство города. И смотрите, какая интересная история. Бог возвращает свой народ, часть откликается, и несмотря на то, что трудности, несмотря на то, что страна разрушена, что реально вот они приехали туда, где даже жить негде было. Ну, понимаете, все было в развалинах. Значит, они все-таки откликнулись на Божий призыв. Они пошли, они взялись за это дело, они были благоуспешны. А те евреи, которые не откликнулись на Божий призыв, по разным причинам, у каждого были свои причины, они имели шанс погибнуть, и только по Божьей милости они были спасены. Мы знаем, что в еврейской истории этот период, период, описанный в книге «Эсфирь», называется периодом сокрытия лица Божьего. Потому что вот в книге «Эсфирь» ни разу не упоминается Господь. Ни разу. Есть одно место, где косвенно он упоминается, но даже не напрямую. Когда Мардахей говорит «Эсфирь», что если ты не сделаешь то, что ты должна сделать, может быть, для этого момента ты и стала царицей. То есть даже не говорится, что Господь тебя поставил. Может, для этого ты и стала царицей. Если ты этого не сделаешь, придет спасение из другого места. То есть место на еврите Маком. И в еврейской традиции Маком – это одно из имен Всевышнего. Ну, потому что понятно, откуда может прийти избавление иудеям. Только от Господа. Значит, и мы знаем, что это избавление пришло, и мы до сих пор празднуем этот праздник. И смотрите, как истории интересно повторяются. Значит, мы немножечко в прошлое отойдем. Еврейская традиция говорит, что из Египта вышли не все евреи, что часть осталась. Им прилепились неевреи, но часть евреев, которые не поверили, они остались. Понятно, что те, кто поверили, они совершили Песох, они помазали косяки кровью. Значит, и их миновали те казни. А те, кто не поверили, они остались там. И они получили, они имеют ту же участь, что и египтяне. Значит, а это были весьма неприятные времена для Египта. Настолько неприятные, что уже египтяне пришли и начали упрашивать фараона, чтобы он выгнал буквально евреев оттуда. Понимаете? Они уже отдали все свои сокровища, только валите отсюда. Потому что нас уже достало вот все то, что из вас тут происходит. Значит, теперь смотрите. Когда Гитлер пришел к власти, явно было, что настроение у Гитлера в отношении евреев было не самое лучшее. И многие предрекали евреям очень серьезные проблемы. И мы знаем, что вот тот же Зеев Жаботинский, он обращаясь к евреям Германии, говорит, послушайте, для вас здесь нет будущего. Вам нужно идти и восстанавливать нашу землю. Мы должны образовать, восстановить наше государство. Но при всем при этом евреи не послушали, сказали, послушайте, мы нормально живем здесь, нас никто не тронет. И мы знаем, что тогда, когда многие вразумились, было уже поздно, потому что двери были закрыты. И никто из евреев уже просто не мог выйти, даже если захотел. Я как-то в Кишиневе был в Израильском культурном центре на День памяти жертв Холокоста. И там была постановка театральная, спектакль. Очень интересная такая история. Один еврей, немец, живший в Германии, значит, у него там было, по-моему, две дочери и жена. И вот он где-то как-то понимал, что надо вывозить семью, но у него не было денег. И он уехал в Америку с одной дочерью. А одну дочь с женой оставил в Германии. И с планами, что он там в Америке заработает денег и вывезет свою семью. А у этого еврея был принцип, никогда ни у кого не брать ничего в долг. И ему говорили, послушай, ну, то есть приходили братья, ну, евреи в смысле, значит, говорили, на тебе денег, вывози семью срочно, потому что если не успеешь, то они погибнут. Значит, он, основываясь на своем принципе, не брал. Он говорит, я заработаю. Значит, и вот представьте себе, значит, когда закрываются границы, и он даже при всем своем огромном желании, он уже не может оттуда вывезти ни дочь, ни жену. В конечном итоге жена погибает, значит, а дочь, она попадает в концлагеря, и он всю войну не знает, что с ней. И после войны вот она возвращается к нему. И вот представляете себе муки совести этого человека, отца, который из-за своих принципов обрек свою дочь на такие страдания. А жену на смерть мог вывезти. Все равно бы пришлось работать, все равно бы пришлось зарабатывать эти деньги, понимаете, в любом случае. Но из-за своего принципа, вот он так вот сформировал судьбу своей семьи, понимаете. И я вам скажу, что если мы не будем внимать пророчествам Писаний, то мы можем оказаться в той же ситуации. И я вам скажу, что если кто-то из церкви думает, что избежит времени скорбей, то пророчества говорят о том, что этого не будет. Я почему сознательно в этом курсе не затрагиваю вот этих вот теорий, а когда церковь будет возноситься, до скорби или после. Я объясню почему. Потому что вот эти знания, они интересны, но практически они нам не могут быть полезны ничем. Нам нужно удостовериться в том, что на самом деле и Израиль, и церковь будут проходить эти скорби. Я вам это гарантирую, потому что об этом говорит Писание. Это не мое мнение. И поэтому нам необходимо знать, что сейчас делать для того, чтобы люди действительно были спасены. Знаете, вот когда я пытался достучаться до учительницы еврита в Кишиневе, до Лены Фельдмана, она была в принципе из еврейской семьи, но при всем при этом это атеистическая семья. При всем при том, что она работает в еврейской школе, она знает еврейские традиции, она никогда не задумывалась серьезно о Боге. А тут появился я в ее группе. У нас сложились такие нормальные отношения дружеские, и я периодически ее постоянно доканывал. Начинал я с того, что какая-то еврейка, если ты в шаббат дома уборку устраиваешь. Потом, после того, как у нее произошли перемены в этом плане, и она, послушавшись моего совета, она распределила все эти субботние дела на недели для того, чтобы в субботу не работать. И она даже хвалилась этим. Говорит, вот видишь, я теперь шаббат соблюдаю. Я говорю, ну слушай, шаббат-то ты соблюдаешь, но смысл с того шаббата, если когда придут гонения, тебя как еврейку могут в концлагере или просто на месте пристрелят, там убьют, изнасилуют. Она, ой, что же делать, что же делать? Может в Израиль ехать? Я говорю, да, ехать в Израиль, но там будет еще хуже. Она, ой, а что же делать? Я говорю, что делать? Вешуа веровать. Все пройдут, и верующие, и неверующие через это. Только представьте себе, у человека неверующего надежды никакой. Умирает непонятно за что. И ладно, если это язычник. А если это еврей, который вроде бы как и в Господа верует и вроде как пытается заповеди соблюдать, но и шо они принимают? Ради чего он умирает вообще? Знаете, основатель раввинистического иудаизма, Йоханан бен Закхай, когда он лежал при смерти, значит, вокруг него собрались ученики, значит, ну, чтобы как бы присутствовать вот при нем, чтобы его как-то приободрить, там, утешить. Значит, он понимает, что вот он скоро умрет, значит, и вот в какой-то момент он заплакал, ученики его спрашивают, «Рэбэ, а что ты плачешь?» Он говорит, знаете, я понимаю, что сейчас за мной придут ангелы, но я не знаю, куда они меня поведут. То есть основатель раввинистического иудаизма, он не имеет никакой твердой надежды, при всем при том, что он старался быть верным Господу во всем, понимаете. Только у верующего в Ишуа есть какая-то надежда. Потому что если тот иудаизм, который был до разрушения храма, он нас подводил к Ишуа, но до прихода Ишуа в храме был источник очищения, жертвенник, понимаете. После разрушения храма у еврейского народа не осталось источника очищения. Если они не принимают Ишуа, потому что наш источник очищения – это Ишуа, у нас есть надежда. Мы не боимся предстать перед Господом, понимаете. А даже у еврея, который пытается исполнять заповеди, который пытается жить вроде бы как по Торе, при всем своем желании он не может исполнить всего этого. Надежды у него никакой нет. У него есть только одна надежда – Ишуа. Но ряд определенных причин мешают евреям принять Ишуа. И я считаю, что одной из основных задач еврейско-мессианской общины в наше время является благовествование евреям, в первую очередь, как Павел, будучи апостолом язычников, он говорит, я должен всем, во-первых, иудею и эллину, понимаете. Значит, поэтому наша обязанность, как часть еврейско-мессианской общины или как часть церкви, в любом случае, благовествовать как евреям, так и неевреям. Потому что Бог будет чистить как Израиль, так и церковь. Мы все будем проходить через это. И наша цель сейчас подготовить себя к тому, чтобы действительно это пройти. Не своими силами будем проходить. Только в том случае, если мы будем иметь близкие отношения с Господом, мы сможем это пройти. Никак иначе. Потому что Писание говорит реально о страшных вещах. В то время, вот именно последнее время, в котором мы живем, потому что мы можем сейчас уже видеть, как исполняются многие новозаветные пророчества в отношении нынешних времен. Вот смотрите, есть стих римлянам, 2 глава, с 6 по 10. Да, прочитай. То есть мы видим, что Бог не делает никакого различия в этом отношении между иудеями или не-иудеями. И суд у Него будет одинаков, что для тех, что для других. И благословение и осуждение Бог назначает в определенном порядке. Сначала еврею, а потом язычнику. Он хочет изливать и благословение, но он медлит производить осуждение. И тем не менее, упорное непослушание в конечном итоге вызовет его осуждение. Смотрите, насколько точно исполнялись пророчества о событиях времен Второй мировой войны. у Иеремии, 16 глава, 15-16 стих. Возвращу их в землю, которую я отдал от самих. Вот, я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и буду ловить их. А потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма, и из ущелья скал. Все это точно исполнилось в годы, последовавшие за 1933-м. Во-первых, Бог послал рыболовов, таких как Зеев Жаботинский, один из ранних пионеров в Палестине, который предупреждал евреев в Германии, здесь не для вас будущего, возвращайтесь в свою собственную страну, пока двери еще открыты. И все же руководители еврейских общин Германии не придали должного значения этим предупреждениям и продолжали утверждать, что и там они могут жить в безопасности. Со временем они были готовы признать реальность относительно намерений Гитлера, но дверь для бегства большинство из них уже были закрыты. После того, во исполнение пророческих предупреждений, Бог послал охотников, нацистов, которые буквально гнали их со всякой горы, со всякого холма и из ущелья скал. В конечном итоге 6 миллионов евреев в Европе были уничтожены. Причем хочу обратить внимание, что это точно повторилось, как и во времена восстановления второго храма, потому что что те евреи, что эти евреи, они в принципе уже не особо-то себя и евреями хотели признавать. Точнее, они говорили, что я еврей. Да, я еврей, но... Ну, то есть там было немножко по-другому. Скажем, если он жил в Германии, он говорил, я немец еврейской национальности, там, я поляк еврейской национальности. То есть они уже начинали ассоциировать себя с другими народами, забывая о своем предназначении, о своем призвании, о своей миссии как народа. Сейчас относительно легко христианам, верующим в Библию, видеть, как буквально исполнились предупреждения Бога еврейскому народу. И тем не менее, нам необходимо помнить, что у Бога нет личных любимчиков. Принципы его справедливости остаются теми же для христиан, как и для евреев. Бог сказал Израилю через того же самого пророка Иеремию, любовью вечную я возлюбил тебя. И все же его любовь к Израилю не послужила ему поводом к отмене суда, который он ранее произнес им через уста того же самого пророка. Бог также любит церковь вечной любовью, но это не отменяет ни одной заповеди, данной им в Новом Завете. Он желает от церкви готовности повиновения всем сердцем этим заповедям. Но если он не получит такого послушания, он найдет другой путь привести церковь в согласию с его волей. Церковь нашего времени, кажется, следует тем же опасным курсам, как и евреи Германии, когда Гитлер пришел к власти. Бесчетное количество христиан сегодня находятся в ловушке обманчивого комфорта и безопасности, и они игнорируют ясные заповеди Иисуса нести Евангелие Царства всем народам. Возможно, Бог допустит некоторый эквивалент массового уничтожения, грядущий на церковь, прямо продолжающий игнорировать его заповеди и его предупреждения. Это реальный и насущный вопрос, на который нам действительно необходимо найти ответ. Да. Принцип небесного избрания, который мы видим в применении к Израилю, в иных словах точно так же применим к церкви. У Бога нет других принципов. И Ишуа, когда обращается к своим ученикам, он говорит, это Евангелие от Иоанна 15, глава 16 стих. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое Он дал вам. Апостолы не потому стали последователями Ишуа, что они сделали правильный выбор. Выбор сделали не они, а Ишуа. И этот принцип применим ко всем верующим, которых Бог призвал к служению. Давайте откроем Римлянам, 8 глава, 29-30 стих. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть верными, ой, быть подобными образу Сына Своего. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Римлянам, 8 глава, 29-30. Смотрите, здесь используются следующие глаголы. Предузнал, предопределил, призвал, оправдал, прославил. И они указывают единственный путь к Божьей славе. И две первые стадии, предузнал и предопределил, они произошли еще в вечности, еще до сотворения мира. А остальные, призвал, оправдал, прославил, это то, что происходит сейчас. Первое послание Петра дополнительно проливает свет на этот процесс. Тем не менее, важно осознать, что это послание адресовано пришельцам рассеянным. Вот 1 Петра 1.1. Значит, слово рассеянное, по-гречески диаспора, регулярно употреблялось для обозначения евреев, постоянно живущих вне Израиля. Таким образом, это послание, совместно с посланием евреям, послание Якова и второе послание Петра, первоначально было адресовано верующим евреям. И все-таки истина, которая в нем присутствует, в равной мере применима ко всем верующим. И вот пришельцам или странникам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным по предведению Бога Отца. «Избранные» означает другими словами «выбранные» из чего-то или из кого-то. Итак, Петр раскрывает еще одну ступень процесса, происшедшего в вечности. Бог выбрал нас. Если мы объединим эти слова со словами Павла в римлянам, то, что мы читали, мы увидим, что действительно существует три ступени, принадлежащие вечности, до начала времен. Бог предузнал нас, Он выбрал нас, предопределил нас. Откровение Божьего предузнания требует дополнительного откровения Его выбора. Без этого мы могли бы прийти к заключению, что Божий выбор является чисто произвольным. Однако это не так. Его выбор каждого отдельного человека исходит из Его предузнания. Он точно знает, что Он может сделать из каждой человеческой жизни. То есть мы сейчас возвращаемся немножко к той теме, что вчера говорили, но и углубляем и расширяем. И много раз человек, который призывается Богом к какому-то служению, он может сказать, что я не в состоянии с этим справиться. И мы видим, скажем, того же Моисея, мы видим Гидеона, значит, к которым Бог обращался, значит, а они говорили, что я не в состоянии. Но есть очень важный момент. Значит, тем не менее, Бог уже дал свой ответ в Писании, я знал вас прежде сотворения мира. Мой выбор и мой призыв основаны на том, что я знаю вас. И я, соответственно, этому установил курс вашей личности. То есть, смотрите, Бог знает нас еще тогда, когда еще даже мира этого не существовало. Он знает, на что способен каждый из нас, потому что Он каждого из нас сотворил. И творил Он каждого из нас для определенной цели. Понимаете? И если Он предлагает нам что-то сделать, это значит, что Он знает, что мы в состоянии это сделать. Хотя мы, поскольку мы этого никогда не делали, мы можем сказать, я не в состоянии. Знаете, когда Шиенога мне предложил поучаствовать вот в этом деле, я реально понимал, что на 30-40 минут подготовить что-то, ну, как бы я уже могу. Хотя, когда мне первый раз предложили комментировать Тору, я весь дрожал. Реально, мне было так страшно выходить на сцену с микрофоном еще. Меня на самом деле очень сильно отвлекал вот этот вот звук из динамиков. Я говорю что-то, а тут, оказывается, со мной параллельно еще кто-то говорит. И это очень, да, очень сбивало. Значит, ну, потом, слава Господу, определенная практика, она уже позволяет на какие-то такие вот моменты не обращать внимания и делать то, что нужно делать. И вот со временем, значит, для меня уже стало проще намного подготовить там слово на 15 минут, на 20, на 30. Значит, а тут раз, надо сразу на 5 дней по 4 часа. Это 20 часов. Я мама родная. Причем, знаете, я вам скажу, поначалу, вот когда я готовился, я пытался вот это вот все сразу, целиком вот сделать. А потом вот так вот как-то ложусь и говорю Оле, жене своей, говорю, слушай, я не могу, я реально понимаю, что я не в состоянии это сделать. Она говорит, слушай, ну, во-первых, не парься, доверься Господу. Слушай, если Он тебя призвал, то Он, значит, сделает все это. А кроме того, говорит, тебе легко подготовиться на один день? Я говорю, да, легко. Ну, вот и готовься на один день. А после занятия приходи, готовься на следующий. Я вам скажу, я так принял вот это вот, и оно реально получилось. Я вот вчера вечером лежал, говорю, Господи, 4 дня прошло. Причем прошли намного лучше даже, чем я сам ожидал. Ну, то есть я думал, что будет полная торба. Я вам скажу, из своего собственного опыта, на самом деле, если Бог призывает, то Он знает, что Он нас вложил. И, значит, если Он нам дает какое-то задание, мы способны это сделать. И я вам скажу, этот шаг, вот это действительно шаг веры, принять Божий призыв и начать делать. И смотрите, когда Бог призывает нас, а поскольку мы сейчас здесь находимся, значит, мы уверовали в Господа, стало быть, все мы уже призваны, значит, мы должны себя ассоциировать вот с Ишуа и с его отношением к этому. Значит, а каково было его отношение? Вот Евангелие от Иоанна, 4 глава, 34 стих. 4.34. В микрофон кто-то может прочитать? Да. Амин. Я вам скажу, я как-то исследовал, значит, вот это место, причем оно, вот само исследование родилось с того, что, значит, с одним братом мы как-то общались, значит, и он задает такой простой вопрос, а чем Ишуа питается там? Ну, вообще, ну, чем он там питается и питается ли он? Я говорю, ну, не знаю, спроси Господа, он тебе точно ответит. То есть он отвечает на самые такие вот никакие вопросы. Потому что мы его дети, мы же, если нас дети спрашивают, мы же пытаемся, если мы заинтересованы в том, чтобы дети развивались, мы пытаемся отвечать. Там отмахиваемся только тогда, когда мы, ну, не понимаем, что это неправильно. Значит, короче говоря, он сказал, хорошо, я утром буду молиться, обязательно спрошу. Значит, и на следующий день у меня всплывает в памяти вот этот стих. Значит, моя пища есть вредь волю пославшего меня. А потом он говорит, я есть хлеб, сошедший с небес. У меня возникла параллель с манной. Значит, а потом у меня еще возникла параллель с молитвой отче наш. И хлеб наш насущный, дай нам на все день. Я взял, исследовал местописание Исторы, где говорится о том, вот та история, когда народу надоела манна, и они попросили себе рябчиков. Значит, из-за этого много погибло. То есть имели все необходимое, захотели большего. Значит, и потом момент, когда Ишуа вспоминает эту историю в разговоре с людьми, с народом. Значит, и у меня вообще, ну, короче, у меня даже где-то это записано. Сейчас я просто не буду особо углубляться в это. Короче, я пришел к выводу, что хлеб наш насущный. Значит, там может речь идти и о пропитании на каждый день, а также и о том, чтобы Бог давал нам что-то сделать для Него в этот день. Как Ишуа говорит, что моя пища есть творить волю пославшего меня. И мы каждое утро, просыпаясь, обращаясь к Господу, говорим, Господи, дай мне что-нибудь сделать для Тебя, потому что это пища для моей души. Понимаете? Ишуа говорит, будьте же исполнителями слова, а не только слушателями, обманывающими самих себя. То есть, причем интересно, что иудеи того времени духовную пищу, хлеб с небес рассматривали именно как дела. Потому что, когда Ишуа говорит, я есть хлеб, сошедший с небес, они говорят, что там момент какой-то такой интересный переход, значит, что евреи, значит, четко проводят параллель между духовной пищей и деланием дел Божьих. Четкая параллель прослеживается. Значит, и поэтому, когда мы понимаем, что мы призваны, как тот апостол Павел, когда понял, что к нему обращается Ишуа в пустыне, первый его вопрос был, что повелишь мне делать, Господи? То есть, я считаю, что это должно быть нашим состоянием всегда. Потому что, если нас не интересуют дела царства, значит, нас интересуют дела мира. Потому что, когда Петр обратился к Ишуа, будь милостив к себе, Господи, он говорит, отойди от меня, сатана, ибо не о том, что Божий думаешь, и о том, что человеческое. И отсюда я делаю вывод, что когда мы заботимся прежде всего о своих человеческих нуждах, мы становимся в оппозицию к Богу. Это, может быть, звучит слишком радикально, но Писание говорит так. Ишуа говорит, ищите прежде Царство Божьего и слава Его, а все остальное приложится. Перерыв. 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 Перерыв.